И вот я специально отбирала, ну, как и все студенты конселлатории, коллегицы и экспедиции, и отбирала многоценнейшие интонации, именно самые интересные по интонациям произведения народного искусства. И вот они частью, как зерно, из которого произросло произведение, чтобы они частью вошли в школу. И это все авторство, но при этом охота на народный элемент. И так вот возникла именно русская школа. И в конце есть маленькая такая, ну, вот документарий педагогический, и в конце есть, ну, естественно, фраку, макарезновая, и они в характерных чертах русской школы, ионизма русского музицирования. Как бы запоминание педагогам, которые откроют эту школу. Ну, вот я думаю так, что, когда мы говорим, я просто сейчас хочу пройтись по некоторым разделам школы, хотела бы, чтобы у нас проходила беседа в свободном диалоге, то есть при каких-то моментах, чтобы вы меня спрашивали о том, что вас говорило, потому что вам интересно, а я бы отмечена, и такой диалог, по-моему, он всегда очень интересен. Поэтому, меня вот интересует, здесь пианистов много, да, я так понимаю, значит, я попрошу одного человека, кто не стесняется почитать с листа, в ансамблях, мне помочь. Да, очень хорошо, спасибо. Вас как зовут? Ири. Ири. Очень приятно. Это я, значит, когда уже буду двигаться к музицированию, разделу, значит, мы с вами обязательно покажем песен. А пока что я хочу начать с такого момента. Когда мы начинаем обучать пропитриана, мы все знаем, что для того, чтобы он свободный аппарат, очень важно, что вот даже в самых первых упражнениях, ну вот это уже все известно, вот эти все переносы, вот, чтобы весь корпус, не только рука, не только локоть, а весь корпус абсолютно свободен, дарится мягкого, легкого и певучего звука. Именно на переносах почувствует тяжесть руки, и тот момент, когда вхождение в клавиатуру является вот самым таким драгоценным, то, что услышит потом ученик в душе. Вот он будет искать это прикосновение мягкое, но глубокое. И вот когда видишь, значит, на это прямо самое первое блеск, я еще раз заговорю, что, значит, школа, это не то, что только поэтому мы в учебе учились. То есть не в коем случае это параллельно с большой-большой отечественной и безубежной литературой, которую мы уже знаем. Но это вхождение в нескольких элементов. И вот здесь параллельно с такими упражнениями очень важно, чтобы ребенок уже услышал, как он будет произносить. То есть фразировка вот прямо параллельно идет с освоением рояля как инструмента певучего, как инструмента говорящего. И вот здесь первое блесо звательное, да, я, значит, в скобочках обозначаю те жанры, это тоже для таких вот знаний необходимых, те жанры народной музыки, которые вот здесь присоединятся, и чтобы они, правда, через рояль, через душу ребенка прошли. Вот первое, айнатой горе свадебная. Здесь основная задача, вот то, о чем я сказала, перенос. Но, если можно собрать и так, вот сама интонация из какой-то выдухой, вот минутки, 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 все, это народная донация, нет? А получилось неволочное пьеское, айнатой горе. Значит, можно собрать так, и так далее. Смотрите, а можно собрать произнесением фразы. И для того, чтобы фраза была обозначена в нотном тексте, есть такой пунктир, пунктир, указывающий вот эту фразу необходимую, которую необходимо произнести. И возникает еще к тому же, как вы знаете, лифонная параллельная, полифоническая или нет, в виде подголосочной полифонии, которая очень характерна для народа. Теперь, конечно, это пьеса, но она дает вот это вот стремление к тому, чтобы осмыслить мелодическую пьесу. А вот другая пьеса, мы все знаем, что вот, скажем, если говорить о штрихах, я сейчас просто только акценты некоторые делаю, потому что здесь много, потом здесь есть и комментарии, и какие-то текстовые материалы, которые можно почитать. Такой штрих, как пара связных, который, мы знаем, всегда обычно так, второй звук выскапивает, не получается никак, как говорится, очень просто. Если вы похожи кистью, а кистью снимете на второй нот, у вас получится, как говорится, то, что нужно. То есть первый звук более тяжелый, второй более легкий. А это вся венская классика на этом построена. Вот если мы вспомним, ну, например, ну что, если мы вспомним, например, того же Моцарта Гайда-Любову, так говорится, и мы говорим, так масса вот этих штрихов пара связных, они как бы плетут ткань узорчатую у Моцарта, и они, без них, все кадансы, которые заканчиваются, все, как говорится, основания частей формы, все это, вот вот этот штрих, на котором просто необходимо с детства работать. Вот, например, у ворот драма растет, пьеза, которая посвящена именно отрабатыванием вот этого штриха, но на материале уже интонационно работает. А мы можем вспомнить у Моцарта, например, ну, если вы откроете тот же редакцию, скажем, редакцию Гольденвизера, большой так, бурник, любую сонату, обратите внимание, вот даже, допустим, если взять, ну, к примеру, выдуманную сонату, там написано так, лиги пара связных, я точно вам сейчас покажу, как написано у Гольденвизера, редакции, и как можно еще интересно произнести. Вот, например, были результаты. И так далее. А если произнести, а здесь как раз необходимо, на мой взгляд, объединить все эти пары связанных в большую фразу, значит, и представить себе надо произнести уже фразу, которая на три такта разбивается. И вот когда вы мягко обладаете руку на первую ноту, а на вторую кистью поднимаете, у вас автоматически это получается. то есть вся, вся поэтида речи Моцарта, она заключается в том, что это бесконечная фразировка, это бесконечный разговор через звуки, а не просто, так сказать, точность, легкость и то, что вообще обычно отрабатывается. И вот штрихи, если эти штрихи ведут с самого начала, выработаны таким образом в полном слабом аппарате, это просто будет автоматически дальше на это признаки стиля, что самое главное. или, например, пьеса Аммаса, мы собеждаем, но здесь уже много штрихов, но обратите внимание, что здесь есть и тенута, и регата, и протаметто. Это известная, конечно, намеренно несколько пьес сделаны известные, интонации известных песен. Но в основном это наши самые, точнее, отрубленные интеллектные интонации, которые, наверное, мне пришлось отбирать.